приветствую а у меня сегодня прибавление тройня родилась представляете и это ножи пчак узбекские ножи пчак клинки данных ножей были взяты просто со склада сайта там они еще в достатке имеются то есть как бы не по одному даже а по 5 по 10 вот так вот и вот решил добавить готовых ножей пчак так как на сайте у меня только один это так себе какой-то простенький а это не простенькие и давайте обозревать клинообразные спуски микросатин такой вот как бы то есть там не совсем прям надо но микросатин там вот просматривается вся структура стали полностью в этот раз решил сделать претины вот так это все выглядит да клин идет также и к носику смотрите от обуха от обуха хопаньки на сужение то есть все по понятиям все правильно это вам не какой-то колонн которую часто встречаете где-то мог по магазинам потому что по магазинам я сколько не ходил ради интереса сюда беру в руки думаю посмотрю что же там такое вообще у них предлагается а то предлагается обух 4 миллиметра вот здесь четыре здесь четыре уже все ясно да все понятно ну не знаю претины все разной длины один вот здесь заканчивается другой там и все у них как-то так вот все это с рук сходит но интересно конечно но ценник один в один как у меня понятно там еще магазин оценил идеальный подгон как плетинам как и самих плетинов так и рукояти по-другому быть не может трубочка мельхиор до мельхиор это у меня да это акрил золото то есть там как бы акрил золото дальше там гранит такой и вот эти частички гранита наполовину с карбоном полукарбоновые такие дела как руки сидит как сидит как он должен сидеть руки правильно вот 8 вещь вещь прям дальше вторая вещь а сразу не сказал этот первый нож был из стали пиджики немецкой стали вот это вот элмакс различаем их только по рукояткам потому что вот здесь вот акрил здесь микар там здесь древесина жесткая такая древесина очень прям вот то что зависит и это элмакс потому что там подписывал ну сейчас рукоятки поэтому подпись моей не видно по конфигурациям по геометриям они просто одинаковые совершенно да не сказал еще что поду всеми рукоятками полноценные эпоксидный клей то есть чтоб туда вообще ничего не попал ну и прочности добавляет естественно но чтоб туда не попала под рукоятки какая-нибудь хрень вот сейчас покажу более тщательно то я знаю себя ох я кручу верчу быстрее показать хочу и вот третий нож просто вырвал клинки склада сайта и сделал вот так вот это пиджики немецкая то есть я придраться не могу ни к чему так как я очень критичен к своим работам но так бы пальцем куда заткнуть сказать вот что-то не так вот что-то не то не могу потому что не к чему придраться еще бумажка осталась предыдущих вот таких вот делов смотрим просто показываю что не заточены ни для чего более медленно медленно ведем об без нажимов без них и гать просто мягонько нежненько так они все это делают вот так вот так то что заточенный показал сказал по моему что плетины алюминий это мельхиоровые трубочки но у меня не было алюминиевых трубочек потому что поэтому не мельхиоровые то есть как бы цвет попал попал а это уже здорово вот так вот еще какие нюансы в принципе никаких все здорово все круто единственное что до обзор закончен единственно что могу только сказать это то что у меня теперь на сайте нет обозначение твердости и они в принципе как оказывается и не нужны не нужны потому что каждый стали закаливается как вам объяснить до своего нормального состояния по твердости и что тут говорить о чем тут говорить если тут будет какая-то заниженная твердость я вам об этом сразу же скажу на обзоре вы это знаете если будет какая-то завышенный прямо ну то есть чрезмерно я вам тоже об этом сразу же скажу а если она в норме то здесь о чем говорить просто повторяюсь пиджикей закаливается в основном в среднем 62 единицы может достигать 63 единицы иногда может быть особенно в районе обуха 61 с половиной где-то вот так вот 61 я ни разу не встречал никогда не то есть не получается так вот либо если только неправильно термообработка тогда да когда все хорошо то все хорошо то есть понимаете вот вы пришли в салон там автомобили а вы спрашиваете у вас колеса сколько накачаны нет по моему наверно никто не спросил да сколько давления в колесах хвоста в салоне также и тут по твердости то есть там накачали столько сколько нужно тут закалено столько сколько нужно также и по элмаксу элмакс как закаливается 60 60 одну единицу все ни туда ни сюда то есть его можно закалить больше но кому нужен хрупкий стеклянный нож никому а если он начинается даже от 59 единиц это вообще просто круть крутая встречайте и до новых встреч